Давайте проверим, чтобы у всех были названы имена. В процессе урока мы будем работать парами, и мне будет проще, если я вас просто по именам буду называть. Проверьте, чтобы у вас имя было указано корректно, понятно. Вот я вижу там Жанна, Роман, Ольга. Также в процессе урока вы можете активничать, то есть сами проявлять инициативу по поводу того, что вы хотите участвовать, разговаривать. Для этого поднимайте руки, да, есть такая здесь реакция, вот так вот поднять руку. Проверьте, чтобы вы могли так сделать. Можете даже сейчас нажать, и я тогда увижу на экране, что вы хотите говорить, вы хотите ответить. Кто-то может быть просто зрителем. Также прошу включить камеры, более комфортно общаться, когда я вас тоже вижу. Ну, конечно же, по вашему желанию. Отлично. Так, вижу, что руки тут проверяем, поднимаем. Попробуйте еще все остальные тоже, получается, 15 человек, вот три руки было, четыре руки, отлично. Я не знаю, как это сделать. Вот давайте сейчас проверим. Сейчас, минуточку, приготовлю листок. Значит, в процессе обучения, так как вы, у нас открытый урок, да, и вы присоединяете все по своему желанию, у вас может быть у всех разный уровень, то есть рассчитываете тоже на это, что есть среди вас люди, которые, например, с нулевым знанием английского, еще его не учили. У кого-то знания школьной программы, у кого-то более продвинуты, вот, поэтому, ну, мои пожелания более терпимее относить к тем, кто еще не совсем знает английский, если вы уже хорошо разбираетесь. Вот. Я стараюсь на таких открытых уроках выбрать тот материал, который будет интересен, как бы усредняя уровень для всех. Давайте с вами посмотрим, как раз можете потренироваться и поднять руки. Вот сейчас давайте все опустим руки. Скажите, пожалуйста, и поднимите руки те, у кого прям вот нулевой уровень. Вот вы учили где-то другой язык, совсем не знаете, те, у кого нулевой. Есть здесь такие, сегодня присутствуют? Есть, есть. Да, окей. Сколько таких сейчас? Давайте я посмотрю, чтобы мне понять, какой материал давать. Сколько много таких, как много таких, кто с нулевым совсем уровнем. Так, вот у вас пользователь Zoom, как вас зовут? Вы девушка-брюнетка в зеленой кофточке, в футболке. Как вас зовут? Файна. Вы можете себя переименовать? Я не знаю. Сейчас попробую переименовать. А как я там записана, я не знаю. Файна, наверное. Да, Файна. Приятно всем. Файна. Окей, то есть нулевой, да? Файна. Еще у кого вот мужчина, говорю, да? Файна нулевой. У Максима нулевой, ну почти нулевой. У Максима нулевой. Угу. И еще кто с нулевым? Надежда тоже нулевой, наверное. Угу. Окей, Надежда. Я буду просто... Кто давно не разговаривал? Кто давно не разговаривал? Елизавета. Елизавета, да? Ну, то есть у вас может быть нулевой, а может быть элементария. Ага. Елизавета. Еще кто-то есть нулевой? Точно не нулевой, но, скорее всего, нулевые. Еще есть нулевые? Так, отлично. Вот смотрите, по уровням, да, у нас идет нулевые. Те, кому даже... То есть это те, кому даже сложно сказать what is your name. My name. How are you? I'm fine. То есть у них затруднения даже вот с этим. Следующий уровень – это элементария. Элементария – это школьная программа. Тот, кто может сказать what is the weather. The weather is fine. How are you? I'm fine. How old are you? I'm 18. У кого она такая школьная программа, элементария? Сколько таких? Скорее всего, у меня. Можете руки поднять. И это на зуб. То есть как много таких? Ага, раз, два. Вижу Жанна, Надежда, Рустам. Рустам, Надежда, Жанна, Ольга. Так, больше на элементария идет. Ну, сломал, значит. Анастасия. Так, отлично, хорошо, поняла. Следующий уровень, он называется pre-intermediate. Pre-intermediate – это то есть уровень, когда вы можете уже спокойно сказать целый текст о себе. My name is Elena. I live in the island. I am happy. I am a teacher. I live in a big house. Вот кто-то вот такой. Pre-intermediate тоже есть? Есть. Более сложно уже, может, да? Наверное, даже я это могу сказать. Кто нас pre-intermediate? Наверное, я это могу сказать. Максим будет pre-intermediate. Pre-intermediate, Максим, да, еще в прошедшем времени. Те, кто pre-intermediate, они уже разбираются в прошедшее будущее время. А, не-не-не-не-не, не-не-не, 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 настоящая. Настоящая, не-не-не, только настоящая, да. Настоящая. Да, вот, кстати, тоже мы говорили о том, что я на урок, в принципе, могу вот вас слушать, да, могу немножко понять ваш уровень. Как я это определяю? Я определяю это. Конечно же, это не, там, я никакой сертификат не выдаю о том, что все, у вас такой уровень и так далее. Нет. Просто я примерно слушаю, как я вам говорю, большими мазками, да, на уровне элементрии, как правило, люди знают уже это настоящее время. В среднем я просыпаюсь в 7 часов, я люблю рыбу и я не люблю молоко. Это вот элементрии уровень. И на этом же уровне элементрии начинают изучать прошедшее время, чтобы человек учился говорить о том, что я вчера ходил в кино. Это кино было интересно. На преинтермедиат уже идет это будущее время. Будущее время. Что ты завтра будешь делать? Завтра я пойду в кино. I will go to the cinema. Человек уже знает past simple прошедшее время, знает past continuous, вернее изучает на этом уровне. Да, что ты вчера делал? Yesterday I was at the cinema. I was watching a film one hour. Целый час я там смотрел фильм. То есть past continuous, present perfect. Вот здесь вот. И следующий уровень и intermediate. То есть это уже продвинутые люди спокойно говорят. Они уже знают все вот эти предыдущие, плюс знают модальные глаголы. И дальше пошли там они future simple, continuous, present perfect, continuous и так далее. Есть ли у нас те, кто с уровнем intermediate, прям такие хорошо говорящие люди, продвинутые? Так, ну окей, тишина. Итак, видите, мы сегодня все разные собрались. Ну, я попробую материал дать. То есть для кого-то он будет сложный, для кого-то как раз в тему. Но я надеюсь, что что-то новое обязательно вы для себя унесете с сегодняшнего урока. Что хочу еще сказать. Значит, мы с вами познакомились. Меня Гелена зовут, да, как написано. Я сотрудничаю вместе со Школой Свободных Наук, в которой вы увидели рекламу на Фейсбуке, в Телеграме. Помимо вот этого открытого урока, который я провожу каждую среду в 9 часов по Москве, в 9 по Москве, у меня есть группы, которые сформированы по уровням. Вот то уже обучение, которое по уровням будет платным. Поэтому, если кому-то будет интересно полноценно пройти курс английского языка, то можете писать или мне, вот, либо сейчас в чате, у нас присутствует здесь администратор Анна, или же в Телеграме, или же на Фейсбуке, сейчас я вам включу контакт, вы можете написать, обратиться и присоединиться к группам, которые распределены по уровням. Вот, смотрите, пожалуйста. Там идет полноценный, то есть на таких открытых уроках я выбираю отдельные уроки с разных уровней. Безусловно, вы что-то новое узнаете для себя, но полной такой картинке, она как бы не целостной будет у вас. То есть сегодня мы прошли одну тему, на следующий урок другую тему начали, там от одного уровня, от второго, от третьего. Есть группы, есть расписание, как правило, занимаемся по вечерам, ну, есть дневные тоже группы. В группе до пяти человек формируем, в некоторых группах есть сейчас свободные места. Если вам понравятся мои уроки, понравится методика, я вам расскажу, то можете присоединяться и прям по уровню с вами разделимся. А завтра четверг вроде, вот не знаю про четверг, про завтра бесплатно. Вот здесь вот номер телефона контакта Анны. Можете к ней обращаться в WhatsApp, Telegram и записываться. То есть преподаватель Елена, хочу записаться в такой-то уровень. Она вам скажет про списание, вы посмотрите. Окей. Стоимость за один урок указана. Есть ли какие-то вопросы по группам, по мне, ко мне какие-то? Стоимость указана за один урок, правильно я понимаю? Да, один человек, один урок указан. А насколько я знаю, там больше по оплате спрашивайте у Анны. Насколько я знаю, у них многие возможности есть по оплатам, по картам, по путям оплаты и так далее. Ну окей, let's start, давайте начнем. Ну вот я сегодня решила вот такой подготовить вам урок. Это тема housework. Housework – это у нас, значит, домашняя работа. То есть это не школьная домашняя работа, а та домашняя работа, которую делают домохозяйки, housewife. Как правило, смотрите, урок построен, на уроке дается world list. Это вот, так скажем, шаблоны уроки по многим, ну, те курсы, которые у меня. В начале уроки дается world list. Как правило, где-то примерно на разных уровнях, по-разному, около 20 слов. Из них подразумевается, что половину человек уже знает, если этот курс уровень вам соответствует. Ну и где-то 10 слов получаются новыми, и мы их прямо на уроке учим и запоминаем с помощью ассоциаций. Затем берется грамматическая конструкция, и эта грамматическая конструкция добавляется в новые слова, и мы все это проговариваем во время урока. Вот смотрите, у вас сегодня присутствует 25 человек, и получается, что я работаю парами. Я, например, называю в вопросе Надежда и Фаина. Раз, и вызову игрушку вопросики. Один задает вопрос, другой отвечает. Конечно же, когда у вас много, это немножко проблематично, я не смогу, вероятнее всего, всех спросить. В группах, когда присутствуют 4-5 человек, это вполне комфортно, и люди достаточно много говорят прямо на уроке. Тогда сегодня сделаем так, поднимайте руки, я буду спрашивать прямо по поднятым рукам. Проверьте еще раз, чтобы у вас реакции работали. Называется поднять руку. Смотрите, вот реакция, она прямо в самом зуме называется. Поднять руку. Реакция. Вот видите, вы вот так сделаете, и у меня на экранчике рука поднимается. И я прям спокойненько буду вас из чата спрашивать, у кого так вот будет поднято. Проверьте еще раз. Вижу, Рустам, вижу, Анастасия, Юлия, Наталья, вижу. Вижу, Тоня, Медина, Максим, Полина, ДН. Напомните, ДН это вас как зовут? Евгений, Айше, вижу. Ага, 9 человек. Ну, смотрите, если что, присоединяйтесь тоже. Так, как мы отрабатываем эти слова? Новые слова отрабатываются в 3-4 шага в зависимости от знаний учеников. Первый шаг я говорю по-английски. И вы повторяете на английском. Просто прям сидите и говорите сейчас, не стесняясь. Можете микрофон оставить включенным. Можете выключить для себя говорить. Главное, чтобы у вас говорил ротик. То есть вы проверяете таким образом произношение и запоминайте. Просто прям оп, я сказала по-английски, повторили. Я по-английски, повторили. Второй шаг. Мы будем работать уже парами. Один говорит по-английски, второй говорит по-русски. Таким образом, мы среди учеников узнаем, какие слова будут новые для вас. Предположим, какие-то слова знаем, знаем, знаем. Не знаем, не знаем, не знаем, не знаем, не знаем, знаем. Оставляем те, которые не знаем. И на третьем шаге придумываем им ассоциации, чтобы вы их запомнили прямо здесь, на уроке. Прямо уйдя с урока, вы уже оп и помнили, что это за слово такое. И на четвертом, на третьем шаге мы меняемся. Один говорит по-русски, а другой должен вспомнить это слово по-английски. То есть в таком формате. Единственное, что третий, четвертый шаг, они могут быть каким образом? Если много будет незнакомых слов, тогда слова повторяются по порядку. Если будет мало незнакомых слов, тогда они без порядка просто не злых слов говорится. Вот таким образом. So, let's start. Let's start. So, I repeat you. I speak English. You repeat English after me. To sweep. To sweep. To paint. To paint. To paint. To clean. To clean. To repair. To repair. To fix. To fix. To wash. To wash. To wipe. To iron. To vacuum. To vacuum. To vacuum. To wash the dishes. To wash the dishes. To tidy up. To tidy up. To polish. To polish. To polish. Dust. Dust. Rubbish. 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 Dust bin. Dust bin. Dust bin. Garbage can. Garbage can. Garbage can. Broom. 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 Mop. 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 Mess. Mess. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. To water the plants. To water the plants. To walk the dog. To walk the dog. To cut the grass. To cut the grass. To prepare dinner. To prepare dinner. To make the bed. To make the bed. To make lunch. To make lunch. To do the shopping. To do the shopping. To take out the garbage. To take out the garbage. To make a mess. To make a mess. To make a mess. Okay. Well done. Now, rise your hands and we will work in a pair. Rise your hands using reaction. Rise hands. If you want to communicate, if you want to be active. So, let me see. Rustam and Yulia. Rustam, you speak English and Yulia speak Russian. Three words. Okay. Three words. To sweep. Yulia? I don't know. Well done. This words. Rustam, go on. To paint. Rissовать. To clean. Чистить, выбирать. Okay. Well done. Thank you. Next. Yulia and Natalia M. Three words. Yulia, которая была? Да. To repair. Чинить. To fix. I don't know. To wash. Мыть. Okay. Thank you very much. Вижу, в чате был комментарий, повторяясь, выключены микрофонами. Я не думаю, что это настолько критично. Во-первых, мне это помогает слышать вас тоже. Во-вторых, вы можете абсолютно абстрагироваться, не слышать всех остальных. Главное, говорить вы вслух. Ну, я не знаю, насколько кому прям мешает, когда говорить вслух. Не, я вас слышу. Если будет выключено, я тогда буду как в стату не пойму, вы говорите или не говорите. Слышно вас, не слышно. Вот. Это мой комментарий. Окей, двигаемся дальше. Наталья М. и Надежда. To wipe. To wipe. No. I don't know. To iron. To iron. I don't know. С железом, но глагол не знаю, что это такое. Уткладить утюгом. Сейчас мы потом вернемся к этому. Мы разберем те, которые не знаем. To vacuum. I don't know. I don't know. Окей, надежда и Айши. Надежда, you speak English, а Айши Russian. To wash the dishes. Мыть посуду. To tie. Tidy. Приводить в порядок. Надежда. To polish. Лировать. Айши и Нигар Назарова. Нигар, are you with us? Нигар, are you with us? I don't know, да? Окей, Нигар, плоховато вас слышно. Давайте Евгений и Роман. Следующие три слова. Гарбичкен. I don't know what this word means. Broom. The same. More panic. The same. Окей. Гарбичкен, наверное, мусорная картина. Мы сейчас разберем. Да, разберем. Роман и Наталья Чернова. Mess. I don't know. Vacuum cleaner. Наверное, врачу не получится. To water the plants. Поливать цветы. Окей. Наталья, go on. Наталья, Фаина. Yes. To walk the dog. Гулять с собакой. To cut the grass. I don't know. I cut the grass. To prepare dinner. Готовить ужин. Окей. Фаина и Максим Исаев. Окей. To make the bed. Делать кровать. Заправлять постель, видимо. Well done. Yes. To make lunch. Готовить обед. Ходить за покупками. Ходить, да. Не обязательно ходить, можно заказать, видимо. To take out the garbage. To take out the garbage. To take out the garbage. Раздеваться? Нет, выбрасывать мусор. А, это мусор. Мусор, garbage. Разберем. Ну и последний. To take a mess. To take a mess. What is mess? Окей. Итак, смотрим. Единственная просьба. Вот у кого-то включен еще микрофон. Какие-то такие хозяйственные звуки слышны. Немножко вот они мешают. В принципе, давайте сейчас все выключим микрофоны. Мы парами проработали. Сейчас мы будем разбирать и придумывать ассоциации. Вы тогда все выключите. А как будете говорить, раз микрофончик свой включайте. Итак, мы теперь смотрим те слова, которые были с минусом. Я еще возьму некоторые слова, которые подразумевают, что для некоторых по уровню могут их не знать. Итак, во-первых, что мы видим с вами? To swim. Можете записывать прямо сейчас тоже себе. To swim – это подметать. Подметать. To swim. Давайте какую-то ассоциацию придумываем. Как мы придумываем ассоциацию? Мы повторяем слово несколько раз. Swim, swim, sweep, 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 sweep. Может быть, это слово созвучено с каким-то русским словом. Или с какой-то ситуацией. Sweep, sweep, sweep. Какие-то идеи есть у кого-то? Какая ассоциация возникает? Нет, когда подметаем, и какой-то звук, такой, как ретировка. Sweep, sweep, sweep. Итак, sweep – это подметать. Дальше. Paint. Говорили рисовать. Касаемо домашних каких-то работ – красить. Например, красить стены. Тоже paint. Красить забор. Paint. Клинно. Все правильно. Смотрите. To repair. To fix. Обратите внимание, когда вы видите предлог to – это означает глагол. То есть, что делать. To repair и to fix – это немножко схожее. Ремонтировать что-то. Ремонтировать. Наверное, repair – это восстанавливать. А fix – это чинить. Есть даже фиксики. Мультик фиксики есть. Все верно, все верно. Да, вот мультик фиксики. Кто знает, fix – ремонтировать. Я вот не совсем различаю, чем отличается восстановление, ремонт. Ну, то есть, для меня это схоже – ремонтировать. Fix – исправлять ошибку to fix the mistake. Мы можем исправить ошибку. Хорошо, в плане техники. Вот технику, когда ремонтируете, мы можем сказать, да, repair. Ну, может быть, если у нас там компьютер совсем не работает, да, и мы его repair, чтобы там восстанавливаем. Или же там сломался телевизор, и он ремонтируется сейчас. To fix. То есть, фиксики. А вот repair – можем сделать ассоциацию. Re – это предлог на что-то повторное. Например, rewrite – перезапишите это. Rewrite – прочитайте вновь. То есть, repair – что-то опять вот сделайте, отремонтируйте, восстановите это опять. Дальше. Wipe. Wipe в хозяйственном смысле – это, знаете, стряхивать. Вот прям тряпочкой пыль вы стряхиваете. Или вот есть не тряпочки, а какие-то венички. Прям просто стряхнуть пыль со стола. Wipe. Отсюда идёт сейчас очень популярное слово, которое в соцсетях – свайпнуть вверх или вниз. Слышали, может быть, да? То есть, как бы рукой встряхнуть и взмахнуть вверх в соцсетях. Итак, wipe – это что-то смахнуть. Смахнуть пыль, например, смахнуть со стола. Iron – верно, кто-то говорил, это у нас железо, как глагол to iron – это гладить. Делаем ассоциацию. Iron – у нас железный утюг, такой тяжёлый железный утюг, и мы им гладим iron. Vacuum – и, соответственно, к нему идёт vacuum cleaner. To vacuum – пылесосить. Vacuum cleaner – пылесос. Вакуум, да? То есть, мы пылесосом, он у нас засасывает, создаётся какой-то вакуум. To vacuum. Дальнейшее. Здесь вот были, в принципе, правильно, они несложные. To wash the dishes, мыть посуду. Смотрите, очень интересное слово. Действительно, там правильно сказали, что это наводить порядок. В чём разница? Если мы говорим to clean, то это мыть. To wash – тоже мыть что-то с тряпкой, с пеной, с водой. To tidy up – это означает наводить порядок. Это расставлять места, расставлять вещи по местам. Приводить в порядок комнату. Например, мы детишкам скажем, please tidy up your room. Это глагол иногда используется с предлогом up, иногда без него. Сильной грамматической разницы нет. Tidy your room. Tidy up your room. What are you doing? I'm tidying up my room. Я убираюсь и навожу порядок в своей комнате. Дальше. Вот здесь вот тоже схожие слова. Dust – это пыль. Достало уже. Это пыль. Тут везде меня. Dust – пыль. Rubbish. Rubbish и garbage. Схожие слова, они обозначают мусор. А можно полиш прокомментировать еще? Полировать. Спасибо. Это крем для обуви. Ну, может быть, да. Polish your shoes. Итак, rubbish – это мусор. Ну, мне кажется, была какая-то, кстати, давно рок-группа rubbish. Называлась. Не знаю, у кого-то какая-то ассоциация еще есть со словом rubbish и мусор. Rubbish. Была группа garbage. А, вот garbage, да. Точно, кстати, извиняюсь, спутала. Габbage. Может, у кого-то это будет ассоциация. Вот. И rubbish. Rub, rub, rub. Ну, не знаю, рабы. Рабов воспринимали как что-то, да, как мусор, например, чтобы у вас ассоциация, как это пошла. Rub, rubbish. Если у нас dust – это пыль, dust, bin – это корзина для мусора. Но знаете, какая она подразумевается? Вот прям офисная, легкая такая, куда бумажечки складывают, они еще такие в сеточку идут. Dust, bin. Вот такие вот они, такие корзиночки легкие. Dust, bin. То есть это не мусорное ведро будет, как вот дом у нас стоит. Dust, bin – такая офисная корзина для мусора. Соответственно, идет тоже у нас garbage can. Это мусорный бак. Garbage can. Следующее – broom. Broom – это метла. Вот это вот слово метла часто, знаете, используется, когда идет тема урок про Хэллоуин, и там есть ведьмочка. И у ведьмы есть метла. Ее еще могут назвать broomstick, добавив stick – это палка, или просто broom. Вот представьте себе, ведьмечка садится такая на метлу, как на мотоцикле, и такая на ней broom, broom, и полетела там все по небу. Можно сделать такую ситуацию – broom, метла. Моп. Кто-то может знать это слово? Моп. Швабра. Yes, correct, правильно. Швабра, моп. Давайте представим, швабра сморщенная, как собачки-мопсики. У них тоже лицо такое сморщенное. Mess. Mess – это беспорядок. То есть у нас был tidy – это когда мы наводим порядок, mess – беспорядок. Еще раз можно? Соответственно, у нас вот здесь идет to make a mess – наводить беспорядок. Вот вы, например, кому-то говорите, please tidy up your room. You always make a mess. Ты постоянно наводишь беспорядок. Убери в своей комнате. Кто-то вопрос задавал? Уточнила уже, спасибо. Успеваете? Все успеваем. Значит, mess – беспорядок. Соответственно, to make a mess – наводить беспорядок. To cut the grass. В принципе, cut – это резать. В общем смысле слова ножницами, ножом – cut. Grass – трава. Соответственно, резать, как он называется, подстригать газон. У кого дом есть. To cut the grass. Так, to prepare dinner – это понятно. Готовить. То есть мы здесь можем сказать prepare dinner, prepare breakfast и так далее. To make the bed. Дословно, конечно же, делать кровать, но это заправлять кровать. Например, вы хотите спросить, да? Do you always make your bed? Ты всегда часто… How often do you make the bed? Как часто ты заправляешь кровать свою? Take out the garbage. Вот у нас был garbage. Take out. Take – это брать. Out. Вспомним спортивные игры, там, когда мяч уходит в out, вне, да? Вы взяли наружу мусор, дословно. To take out the garbage. Выносить мусор. Отлично, окей. Давайте закрепляем также по парам по три слова. Один говорит теперь наоборот по-русски, другой по-английски. Вспоминаем слова. В первую очередь вспоминайте ассоциации какие-то. Вот сейчас переверните свои заметочки, не подглядывайте в них, потому что у нас с вами, вот в моей методике идет задача, чтобы вы это запомнили у себя в голове. Блокнотиков у вас с вами не будет. Вы пойдете на улице гулять, покупать швабру. Надо, чтобы вы вспомнили это слово «швабра», не подглядывая свои блокнотики. Поэтому давайте какими-то ассоциациями, какими-то разными путями, так, чтобы вы это запомнили. Давайте пойдем. Кто руки поднимает, еще тоже поднимайте руки. Вижу шесть человек. Давайте поднимайте. Сейчас мы будем в группах работать. Итак, Рустам и Надежда. Ты ввольт. Рустам, you speak Russian, Надежда – English. Рустам, you speak Russian, Рустам. А, окей, точно, да. Sorry. Швабра. Швабра. Помните, собачка такая есть, такой породы. А, мопс, мопс? Мопс. Мопс. Коррект, швабра. Мопс. Каждый себя тоже проверяет. Вы сами вспомнили это слово или нет? Окей, Рустам, go on. Чистить. Клин. Убирать. Окей, клин, да. Чистить, может быть, окей. Протирать. Да. У меня все зависло, похоже. Надежда протирать, смахивать. Смахивать. Помните, я говорю в сочетях, сейчас так часто говорят, они снимают такие stories и говорят, окей, хотите ко мне присоединиться, что делай с вайпой вверх? Вайп. Вайп. Может быть, какая-то другая ассоциация у кого-то есть? Вайп, вайп, вайп. Вайп, вайп, смахивать. Окей. So, thank you. Надежда and Ayshe. Надежда, you speak Russian, Ayshe English. Заправлять постель. Make the bed. Угу. Кашвейка. Вакуум. 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 Надежда, you speak Russian. Порисосить, да? Порисосить. Угу. Окей, thank you. Ayshe and Evgenie. Пыль. Да. Угу. Готовить обед. To make lunch. Угу. 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 To walk the dog. Да, обратите внимание, чтобы не путаться, для кого это было новое выражение. Какие-то там, без предлогов. Не будет. To walk with the dog. Да? To walk the dog. It's okay, thank you. Евгения and Gianna. Косить траву. To cut the grass. Угу. Cut the grass. Наводить порядок. Порядок, сейчас скажу. Давайте сделаем ассоциацию к этому слову. Слово tidy up. Может быть, ассоциацию сделаем со словом tight. Порошок tight может быть известен? Знаком? Я сделала ассоциацию, но забыла почему-то. Давайте еще tired, уставший. Если кто-то в английском это знает слово. Tired. Убрался, навел порядок. Уставший, tidy. Может быть, у кого какая-то ассоциация? Tidy, tidy, tidy. Мишка Teddy есть, например. Порядок навел и на кровать положил эту мишку. Хорошо, да. Вот у вас своя ассоциация. Tidy, tidy. Чистота, чистота, иджа. Порошок. Да, вот я говорю. Может быть, порошок. Тай. Кто знает этот порошок. Окей, go on. We can start. Беспорядок. Месс. Окей, thank you. Now, Жанна and пользователь Zoom написано. Переминуться, пожалуйста. Это, наверное, Наталья. Ну вот Жанна и пользователь Zoom. Жанна, three words in Russian. Поливать цветы. Water the plants. Гладить. Не заходят. To iron. И заправлять постель. Make the bed. Well done, окей. Пользователь Zoom и Полина. Подмытать. Помните звук такой, метлы. Вью, вью, вью. Гвип. Не расслышала. Полин, вы с нами? Полин? Полин не слышала. Медина. Медина. Yes. Окей. Жанна, говорите слово по-русски. Медина. In English. Ой, не Жанна, пользователь Zoom. Ремонтировать. Исправлять. Ну, что-то так. To fix. Я имела в виду repair. Окей, repair. И корзина для мусора, для бумажного. Das bin. И метла. Sweeper. Нет. Метла. Помните, я рассказывала историю про видимость, которая села, как на мотоцикле такая на метле поехала. Какой звук был? Брум, брум. Брум. Брум, да. Метла, брум. Окей, so thank you very much. Спасибо за участие. И сейчас такая нотка грамматики. Ну, многие вам уже известны такие стандартные предложения по поводу present simple. Например, do you, да, мы можем узнать. Do you clean your flat? How often do you mess? How often do you vacuum? Можем такие поспрашивать, но они очень банальны. Я вам хочу дать другие вопросы. Смотрите, они называются who questions. Who – это кто? То есть, когда вы спрашиваете человека, не конкретно, что делает он, а вы хотите спросить, а кто у тебя мусор выносит? А кто у тебя обед готовит? А кто у вас пылесосит? А кто гладит? И так далее. Такие безличные вопросы, они называются who questions. Вопросы who. Какой здесь нюанс по грамматике? У них нету вспомогательного глагола. То есть, например, если мы в вопросе спрашиваем. Do you iron? Ты гладишь? Да, у нас есть вспомогательный глагол, существительное и основное сказуемое. Но в who questions вот этого вспомогательного глагола нету. Ни do, ни did, ни will и так далее. В чем здесь нюанс получается? Мы сразу ставим глагол в нужной нам форме. Посмотрите, как это выглядит. Если это настоящее время. Who lives in Paris? Кто живет в Париже? My uncle lives in Paris. В прошедшем времени. Who made the TV series? Кто придумал эти TV-сериалы, телевизионные сериалы? Who made? Видите, глагол уже стоит в прошедшей форме. Кстати, обращу внимание, это урок от уровня pre-intermediate. То есть здесь подразумевается, что уже прошедшее время знаете. Ну, по крайней мере, по-симпл. Или, ну, здесь what did Mike Benton make? Да, здесь уже спрашивается конкретно по Майклу Бентону. А когда вот мы не указываем имя или еще что-то, мы спрашиваем просто кто. Who made? Who lives? Кто живет? My brother helped me always. Мой брат всегда мне помогает. Кто тебе помогает? Who helps you? Видите, если это регулярность и время present simple, то глагол ставится с окончанием s, как для местоимения he, she, it. Who helps me? Или who helps you? Кто тебе помогает? Подобные вопросы могут быть еще и с what? Что? Например, что случилось? What? И видите, сразу глагол в прошедшей форме. What happened? Что случилось? Не what does, what did, happen и так далее. What и глагол happened. Окей, вот сейчас мы с вами поспрашиваем некоторые минутки, да, также в парах. Who questions? Вопросы кто? И задавая с глаголами. Например, в твоей семье, да, кто ремонтирует телевизор? Who repairs TV set? Who repairs TV set? Абстрактно. Наша с вами задача – это выучить английский. Вы можете говорить правду, неправду, можем просто абстрактный вопрос. Кто ремонтирует? Лунтик ремонтирует телевизор. А кто у тебя в семье моет посуду? Who washes the dishes in your family? Можем добавить – in your family. Who prepares dinner? Кто у вас готовит ужин в семье? My husband prepares dinner. И так далее. Вот давайте по такому подобию. Значит, обращайте внимание, у нас получаются глаголы, вот они, с предлогами to. Okay, поехали. Рустам и Надежда, по два вопросика. Так, уже забыл, что значит «эсвыг». Who, дальше глагол. Who paints in your family? Надежда? А, кто рисует? А, кто рисует в моей квартире? Да. Абстрактно. Можно добавить «who paints walls?» Кто красит стены у вас? Who paints walls in your family? Ваша задача – четко сохранить структуру предложения. Существительное, глагол и дальше дополнение. Кто? Сосед красит стены. Давайте, Надежда, ваш ответ. Ответ? А, вам задается вопрос. Who paints? Кто красит? Кто рисует у вас? Кто красит? My husband paints house. Well done. Отлично. Все, paints. С континемент. Все верно. Рустам, the second question. Okay. Who... Who... Who irons in your family? Mm-hmm. Who irons? Who irons in your family? My... My daughter... Iron. Iron. Ah, iron. Iron. My daughter irons. Okay. My daughter irons, да, и там дальше что-нибудь, dresses, for example, or in my family. Ah, ah, dresses. Сделайте ассоции, утю горячий был, да, и вы обожглись. I, iron. Iron. I, iron. Начинается горячее. Okay, thank you. Now, давайте следующий. Евгений и Наталья М. Who tiddies up in your family? Наталья? Me. Me tiddies up in my family. Тогда у вас без S будет. S, это если вы сказали про кого-то другого. Me tiddies up. Ну, не мне тоже, я думаю, I tiddies. I tiddies up in my family. Евгений, the second question. Who does the shopping? No, без да. Ah, excuse me, да. Who does the shopping? Excuse me, да. I'm not going to see. Who does the shopping? Mm-hmm. My husband with me does the shopping. А если это множественное число, мы тоже прибавляем S? Нет. Здесь это... Это тема present simple. Настоящее время. Глаголы, которые используются с местоимениями he, she, it. Вот так в этих случаях добавляется окончание S. Если вы сказали во множественном числе, кстати, лучше употребить не my husband with me, а в английском это and, как бы и будет мой муж и я. My husband and I do the shopping. Уже будет без окончания S. А в вопросе в любом случае мы ставим S. Да, потому что мы пока не знаем, о ком мы спрашиваем, сколько человек будет, и получается, что это как he или she, who. Who does the shopping? Там будет S. Окей, thank you. Медина и Анна. I will ask, sorry. Окей, Медина, задавайте вопрос, you ask questions, and Анна answer. Two questions. Окей. Okay, who walks the dog in your family? Mm-hmm. Анна? I walk your dog in my family. Mm-hmm. Okay. Who prepares the dinner? Prepares dinner? This evening. Mm-hmm. My daughter's prepared dinner today. Mm-hmm. Prepares dinner. Или же, прошу, да? My daughter prepared dinner. Приготовила. Prepared dinner. Okay, thank you very much. Next. Айше и Хусиад. Who to tie this up in your family? Without two. А, кстати, tidy был уже, я не исчеркнул. Давайте другое. Who takes out the garbage in your family? Mm-hmm. My eldest son to take out the garbage. Mm-hmm. Мы to не произносим в самом предложении, просто takes out the garbage. Who makes lunch in your family? Uh, in my family, I prepare lunch. I am. Mm-hmm. This M. I, глагол, prepare lunch. I prepare the lunch. Sorry. То есть, чувствительный глагол. Okay, guys. So, thank you. Thank you. We're finishing our lesson. Да, завершаемся потихоньку. Итак, что у нас? Давайте проверим. Сейчас я вам покажу. Запишите каждый себе, переведите. Вот, например. Кто смотрит телевизором вечер? Я никогда не смотрю телевизор. Запишите сейчас себе, попробуйте самостоятельно перевести и проверим. То есть, потом скажем по-английски, как это проверим, правильно ли вы перевели. Вот это формат домашнего задания. То есть, то, как мы сейчас с вами занимались, это пример одного из уроков уровня pre-intermediate. Ну, это где-то, ну, начало, может быть, урок шестой, седьмой, где-то так. То есть, здесь, как вы видите, уже человек знает present simple, past simple, прошедшие времена. Ну, и, соответственно, здесь новый вокабуляр на тему домашних работ. Итак, переводим на английский и записываем себе в страдочке, кто смотрит телевизор вечером. Я никогда не смотрю телевизор. In English, на английском. То есть, после урока я даю такие домашние задания в мини-группах. Они их выполняют письменно в своих блокнотиках. Потом присылают мне на проверку. Сфотографируют и присылают в WhatsApp на проверку. Я проверяю, даю обратную связь. Значит, кто смотрит телевизор? Что мы получаем? Проверяйте. Who watches TV in the evening? Я никогда не смотрю телевизор. I never watch TV. То есть, если бы было ваше домашнее задание, то вы прямо бы так писали. Watches TV in the evening? I never watch TV. Правильно было? Нет, вы правильно написали. Стать по вашему уровню. Елена, скажите, пожалуйста, точка, как произносится? Point или dot? Вот dot – это в электронной почте. Dot. 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 Спасибо. В электронной почте вот эта собачка произносится как at.dot. For example. Елена at yandex.com So, итак, у кого какие вопросы есть? Ко мне вопросы? Вопросы по поводу программы, по поводу уровней, например. Понравился ли вам урок? Какие пожелания по темам есть? Кто регулярно, например, присоединяется? Я хотел спросить, а следующий урок, он будет на другие темы, да? Другие уровни? Следующий урок у нас, вот такой открытый урок, он также будет в среду в 9 часов по Москве. Сейчас посмотрим, какая дата будет. То есть, у нас сегодня 30-е. Это будет седьмого декабря в 9 по Москве. Седьмого декабря в 9 по Москве будет точно такой же открытый урок. Ну, темы другие уже будут, да? Ну, да, я буду брать другие темы. То есть, уже вот эту тему я не возьму, а другую. Как правило, видите, подключайтесь больше у вас уровня у всех элементов, либо при интернете. Вот это из этих уроков, из этих курсов и беру. Это уровень. Ну, то есть, на бесплатных дальше продвинуться не получится, да? Ну, вы знаете, вот я как рассказываю, то есть, безусловно, вот вы же сегодня узнали, да, что-то новое для себя, новые слова узнали. Вы узнали вот это, как издаются. Ну, то есть, представьте, есть нулевой уровень, есть уровень А1, А2, В1. Вот вы, например, заходите на уровень А1, и вы ведете там, идете целый курс, это где-то занимает 4 месяца, 4-5 месяцев, в зависимости от праздников и так далее. Регулярно два раза в неделю занимайтесь. Там уроки будут идти последовательно друг с дружкой, и темы идут последовательно. То же самое смотрим, если у вас уровень подходит под А2, присоединяйтесь к группе, вы идете полноценно. Здесь на открытых уроках я выдергиваю по урокам. Я, например, развела уровень с А1, один урок. Вот сегодня вам показала из А2, преинтермедиат, это уровень. Вот, то есть, ну, непоследовательные идут к тому, почему, а потому что вы все всегда с разными уровнями присоединяетесь. Если бы я взяла сейчас для всех уровень, например, элеметр, то для кого-то было бы или сложно, или слишком легко. Поэтому, когда вы все присоединяйтесь, я примерно смотрю, какой у вас уровень, и даю урок. Ну, какие еще вопросы? Например, завтра у нас в четверг проходит уровень для нулевых. Это в 19 по Москве. И для интермедиат, в 21 по Москве. Вот, кто сегодня присоединялся, и у кого уровень элементри, вот эта группа занимается у меня по вторникам, где 8 часов по Москве, вот у кого уровень элементри больше всего был, и еще по субботам, по субботам в 11 по Москве. В это время у меня занимается группа элементри. Это уже платная группа, да? Да, там вот будет полноценный курс, там вы уже заходите, и у вас последовательные уроки идут, полноценные материалы, грамматическая тоже тема. Те, кто вот более посильнее сегодня был, это преинтермедиат, вот этот уровень, который я сейчас давала. Есть две группы, у меня там занимаются две девушки. А нет, они на интермедиат уже. Дневная группа преинтермедиат есть. Это во вторник, вторник, четверг в 2 часа. Это дневная группа преинтермедиат. У кого какие вопросы еще есть? Скажите, пожалуйста, есть какой-то тест, чтобы определить свой уровень? Да, вот смотрите, мы совместно со школой, как раньше поступали, когда вы обращаетесь к Ане, мы просили, чтобы вы записали аудиосообщение. Я ей набросала вопрос, там вопрос с формата, чтобы человек рассказал о себе, как тебя зовут, расскажи о работе, что ты делал вчера, что ты будешь делать завтра. Она мне присылала эти аудиосообщения, и я определяла примерно, как я вам объясняла, понимая, какой вокабуляр человек использует, как он уверенно говорит, и сложно ли ему сказать в прошедшем времени, правильно ли он употребляет или нет. То есть я примерно определяла, какой уровень, и распределяла по этим группам. Сейчас, буквально в декабре, мы разместим на сайте школы, ну точно они уже сообщат, где именно, как зайти, тест, там вы также сможете определять. Но помните, что это не сертифицированный, не профессиональный тест, который вам даст прям понимание, что у вас такой-то уровень. Примерным мазком, чтобы было понимание, где вы находитесь, на каком уровне, и, по крайней мере, для чего мы это делаем, для того, чтобы вы понимали, в какую группу, с каким уровнем вам идти на обучение в этой школе. В декабре его разместим. Спасибо. Еще у кого какие-то вопросы? Еще, знаете, бывает же, что человек находится где-то посерединке. Например, есть начало уровня, вот А1, начало уровня и завершение. Когда человек проходит полноценный курс, в среднем это 6 месяцев. Вот 4-5-6 месяцев. В зависимости бывает, уходят какие-то дни праздники, там переносятся и так далее. И вот здесь вот, да, человек достигает уровень А2. У кого-то уже есть где-то посерединке уровень. И тогда вы спокойно можете присоединяться не в начале курса, а в действующую группу. Такое, может быть, безусловно, когда мы проверяем, у вас может быть по чтению начальный уровень, там, или наоборот, по говорению начальный, а когда вы читаете текст, вы все понимаете. Конечно же, более профессиональный, там идет на reading, writing, speaking, отдельными такими упражнениями. Еще какие вопросы? Так, ну окей. Ну что, я была рада вас видеть. Спасибо большое, что присоединяетесь. Мне очень приятно, что некоторые по несколько раз каждую неделю присоединяются. Встретимся с вами на следующей неделе. Если что, обращайтесь к Ане. Буду рада видеть вас также в моей группе. Have a nice evening. Всем хорошего дня. Have a good weekend. Хороших выходных. А можно запомнить фразу. Have a good weekend. Хороших выходных. Have a good weekend. Have a good weekend. Goodbye. Thanks. Have a good night. See you next Wednesday. Bye-bye. Bye-bye. Продолжение следует...